В позапрошлом году, в 2016-м, вышла у меня книга, называется «Метафизика климата Земли». Это большая работа, 800 страниц. Дорогие друзья, начинаем очередное заседание философского клуба. Сегодня у нас в гостях Андрей Александрович Тюняев, президент Академии фундаментальных наук, действительный член Российской Академии естественных наук, автор более 80 книг, лауреат литературных премий имени Пушкина, имени Гермонтова и многих других, член Российского философского общества, а я как раз являюсь ученым секретарем Российского философского общества, так что он наш человек. Я сошлюсь на коэффициент интеллекта. Для того, чтобы поместить коэффициент интеллекта, нужно за единицу времени выдвигать все больше и больше гипотез. Так вот, Андрей Александрович, на мой взгляд, больше всех выдвигает разных гипотез. И сошлюсь еще на одну книгу, это Савельев, «Церебральный соркинг». Он как раз говорит о том, что гипотез меньше всех выдвигают европейцы, из-за этого у них вес мозга в среднем уменьшился на 250 грамм. Вот чтобы у нас этого не произошло, мы сегодня будем выдвигать гипотезы. Так что не удивляйтесь. Итак, слово Андрею Александровичу. Презентация книги «Метафизика климата Земли». Климат, как известно, связан с формой Земли, поэтому в этой книге я разбирал еще и формы Земли. Ну, конечно, касался и классических вариантов, которые сегодня всем известны. То, что Земля является шаром, летит в космосе, и континенты по ней плавают, как льдинки в каком-то море. Ну, и также представил свою концепцию, которая не связана с этой, а совершенно иная. То есть, Земля в форме чаши, и эта чаша, она вот буквально как вот этот стол, проворачивается вокруг своего центра в сторону против часовой стрелки, если смотреть сверху. Похоже на ракушку? Похоже на ракушку. Тоже каждый последующий слой, шея и бочек. Да, вот, конечно, очень трудно соединить вместе два объекта, но если попытаться в голове соединить чашу и ракушку, то получается как раз такая уникальная, ну, как бы чашеобразная ракушка с таким уникальным расширением. То есть, каждый последующий виток истории, шаг истории, он происходит за более длительный промежуток времени. Хотя существует, и у меня получилось вычислить средний период, по которому происходит поворот вот этой чаши ракушки. Цифра получилась 259 лет. Я ее наложил на нашу известную историю и посмотрел, какие события историки знают вот за последнюю тысячу лет, это примерно 4 таких периода, и посмотрел, как это коррелируется. Удивительно, но вот год в год все события, буквально там с точностью, ну, не до дня, но до недели точно. Значит, интересная карта «Оледенение древности», которая сегодня, это классическая карта, по-моему, из большой советской энциклопедии, так что это, можно сказать, фундаментальное собрание данных о древних оледенениях. Оледенениях, многие видели эту карту, многие ее знают наизусть, просто никогда не анализировали. Вот смотрите, оледенение доходит до 40-го градуса северной широты, в Европе доходит до середины Испании, до юга Италии. Вы представляете, то есть, насколько было холодное время? Дальше смотрим, что важный параметр, что море в это время, когда происходили оледенения на вот такой части материковой суши, то есть, на суше собиралась вода, то море опускалось на 70-100 метров. Значит, это нужно параметр обязательно запомнить очень хорошо. Когда идет собрание льда на суше, тогда море опускается. Когда идет собрание льда на морской поверхности, то море не меняет своего уровня. Вот, теперь смотрите, когда было оледенение. Вот перед вами две карты, два фрагмента карты. Левый фрагмент – это та карта, которая только что была представлена. Это древние, так называемые, оледенения. А правая карта – это вот одна из первых самых карт 1600-го года, ну, там, через сто лет после открытия Америки, на которой показана якобы на исследованной части Америки. Вы видите, что они идентичны полностью. Поэтому Америка до Колумбовой, она была подо льдом, ее поэтому не могли открывать. А никак это было не связано, естественно, ни с какими корабельными навыками, не связано это было ни с какими лоцманскими вариантами течениями, потому что к тому времени, к 1492 году, естественно, уже люди по классической истории, они умели плавать и вдоль, и поперек, и как угодно. Ну, и не зря потом, через несколько десятков лет, сделали многочисленные кругосветные путешествия. То есть, проблем в плавании не было. Была проблема в том, что в этот момент, то есть до 1500-го года, Америка была, северная часть Америки была подо льдом. И это было не оледенение древности, а именно оледенение 1680-го года, как вот до 1680-го года. Сейчас я вам объясню, почему образовалась такая. Эта карта, кстати, 1680-го года, правая. Вот, смотрите, интересные карты какие тоже. Левая карта, это до 1680-го включительно. Сама эта карта, которая представлена, она 1680-го. Но есть очень много карт, начинающихся с 1600-го года и по 1680-й. Справа дана уже более поздняя карта 1687-го, по-моему, года, если я правильно помню. Вот вверху на правой карте, видите, мелко написано. Там написано, внизу вот есть ссылочка, где есть перевод. Но смысл в том, я его озвучу, что на правой карте написано, что карта приведена в соответствии с новыми данными о положении Солнца. То есть, опять, на карте зафиксировано изменение климата. В чем оно здесь запечатлено? Вот я не знаю, видите кто-нибудь или не видите. Я не буду томить, как говорится. В левой части нанесена синусоида, видите, вдоль этого экватора. У нее на западном полушарии прогиб вниз, а на восточном полушарии прогиб на север. А на правой карте все наоборот. Вот чтобы такая система, вот эта синусоида, это положение эклиптики на сферической Земле. И чтобы такая система произошла на карте, нужно, чтобы Земля сделала кивок. Вот, допустим, если она вот так вращается в одну сторону, вот ось, то она должна поменяться вот так, каким-то образом. Это ровно на 180 градусов. Каким образом это произошло, непонятно. Но карты, многочисленные карты, очень большое количество, и они все, как одна, зафиксировали, что это событие произошло примерно в 1680 году. Ну, около него, естественно. Карты каждая в то время готовилась примерно от 5 до 10 лет, поэтому что-то попадало, что-то не попадало, поэтому, сами понимаете, эта дата, конечно, такая условная, но приблизительно такая. И вот что интересное. Вот я внизу табличку сделал, где обозначил вид вот этих синусоид ВА. То есть, В это когда вниз погнуто, А это когда вверх. Вот вы видите, что первый прогиб 1550 год, это был ВА, второй прогиб АВ, третий прогиб ВА, четвертый прогиб АВ. И эти прогибы совпадают с так называемыми большими войнами, которые у нас по истории исследуются. Ну, и военные начальники там поименованы. Поэтому есть вероятность того, что в человеческой памяти сохранились климатические изменения и последствия климатических изменений таким образом, что они приносили последствия, сравнимые с большой, с тотальной войной. Вот Ледниковый период до 1680 года. Вот смотрите, да, самая Темза, 1677 год. Вот, пожалуйста, вы видите замерзшие Темзы. И в правом низу, опять классическая форма, малого Ледникового периода, график, который тоже, посмотрите, внизу есть шкала времен. И как раз на 1680 год, ну, чуть-чуть до него, приходится пик оледенения. Поэтому оледенение, с которым мы имеем дело, историческое, это не тысячи лет. Это как раз вот 1680 год. Вот еще несколько графиков. Слева вверху это возможности покупки зерна. Пунктирный график, гладкий график, это покупки кур. Внизу данный, опять, малый Ледниковый период. Ну, и справа, соответственно, еще какие-то графики. Вы видите, в принципе, они совпадают все по ключевым датам оледенения. И вы видите, что на хозяйской деятельности человека того времени оледенение, которое зафиксировано как малый Ледниковый период, оно, естественно, отразилось самым кардинальным образом. Что мне позволило сделать вывод, что, скорее всего, такая система, она существует. Может быть, она не ведущая, но точно она влияет. Потому что все вот эти перемещения с известным малым Ледниковым периодом, который у нас был, и пик которого пришелся на 1650 год, они как раз вот так все это укладываются в эти четыре периода по 259 лет. Ну, 259, опять-таки, в социальной меморологии, это 16, а 16 – это знак разрушения. А причем цифра эта получила так, что она ни от чего не зависит. Она цифра Бога, и связана она вот с чем. Когда умножаешь все части времени, то есть на 60 секунд умножаешь, на 60 минут, умножаешь на 24 часа и так далее, получаешь вот эту цифру в годах. И получается так, что если мы ее принимаем с другой стороны за единицу, то это получается единица какого-то шага, который совершает время, независимо от чего. Это именно шаг времени. Это как вот, например, проще всего, чтобы зрители поняли это дело, это как в часах есть, например, шестеренка с зубцами, и вот на каждый зубец она переходит за вот этот шаг. И, по-моему, наша планета сделана как раз вот как такой шаговый механизм. Единственное, что мне, как я считаю, что не удалось вычислить точно величину этого шага, но по моим внутренним ощущениям и по выверкам по истории получилось так, что шаг этот равен 90 градусов, то есть, грубо говоря, поворачивается ровно на 90 градусов. И что в результате получается? В результате получается вот такая интересная штука. Если у нас, например, вот этот столб будет моделью Земли, в центр у нас приходится на регион Москвы, значит, вот это у нас, допустим, экватор, здесь у нас восток, там запад, здесь север, здесь юг. И вот в положенную, как говорится, дату, в положенный час, Земля поворачивается вот так. Вот так. И получается, что у нас северная погода, полюсная, переходится на запад. Западная погода переходится на юг. И южная погода на восток, ну и так далее. Что мы получаем в результате? У нас в приходном месту, а центр остается неподвижным, и там не меняется ничего, кроме воззрения на стороны света. То есть мы будем смотреть, а у нас Солнце поменяет немножко, ну на 90 градусов поменяет свое место входа. Это, кстати, тоже зафиксировано символами, когда были косые кресты, когда были прямые кресты, то же самое. Вот когда был Новый год, 1 марта, вот эти все календарные системы, они все время отслеживали поворот Земли. Ну это отдельная уже, как говорится, тема. Так вот, когда повернется чаша, то получится, что Европа и Америка, которые находятся к западу от нас, они попадут в зону действия Северного полюса. А Юг-Восточная Азия, которая находится к востоку от нас, попадет в зону действия Южного полюса. Одновременно пропадут льды на Северном полюсе сегодняшнем и в Антарктиде. И получится вот эта вот сегодняшняя диагональ, так скажем, она будет наиболее жизнеспособной. Что мы сегодня видим по нашим военным и другим движениям? Мы видим, что американцы и европейцы массово переселяются в Южную Америку, в Африку. Китайцы, например, и в Африке, и в Южной Америке колонизировали огромные территории, построили там военные базы. Уже два года назад уже были военные конфликты, когда суда уже морские, китайские, были потоплены там. То есть там идет активная битва за новые территории, которые раньше были особо не обжиты. Ну и семена туда все завезли, там самые большие хранилища семян. Да. Потом, что мы видим в Антарктиде? Туда уже и патриарх Кирилл приезжал, пингвинов крестил. Смешно-смешно, но, понимаете, просто так вот ездить на территории, которые никогда не будут востребованными, незачем. А вот если они будут востребованы, то там уже другая песня. И наши активизируются очень сильно по поводу Арктики. То есть там сегодня это одно из самых больших направлений, даже, наверное, самое серьезное, по важности, опережает даже минувшие выборы президента. И вот такая ситуация со всеми вот этими метаморфозами. Еще подтверждается сегодняшняя ситуация, когда мы видим, вот это наша зима, которая только что миновала, что мы видели. У нас в Москве было, в принципе, нейтральное температурное такое положение энергии какой-то, непонятной какой-то энергии, которая нагревает и охлаждает. Я потом об этом скажу, почему она непонятная. И мы прожили в каком-то минус 5, плюс 5 в этом режиме всю зиму, все самые холодные времена. Ну, немножко там один раз выпал снег, и его даже убирать не стали. То есть вот такая была спокойная, нормальная зима. Что было, например, в Америке, что было в Европе до сих пор. Вчера был даже снег. В Англии мне звонили из Лондона. И да, все засыпало. Причем такие снегопады, которых ни они, ни мы, в общем-то, не видели на этих территориях, которые для них совершенно неадекватны. И та же самая ситуация на Востоке, потому что берем ту же нашу Якутию и туда дальше, и та же самая ситуация повторяется. Там тоже идет аномальное понижение температуры. Ну, вот мы на этот Новый год в Эмиратах праздновали, и, честно говоря, ходили очень тепло одеты. И местные жители говорят, что это аномально холодно для них. Вот то, что было на Новый год, просто аномально. Ну, вот и должно получиться. По моей концепции должно получиться как. В Европе должно быть похолодание. Причем там похолодание будет такое, что будет лед несколько километров. Как он и был. Просто нам говорили, говорят археологи, что там было оледенение в Европе и в Америке. Но только оно было 10 тысяч лет тому назад, 20 тысяч лет тому назад. Я понимаю, что если было оледенение, значит, в принципе, вот эта система, которая называется Земля, она имеет механизм, чтобы вот такое оледенение повторялось более одного раза. Тем более оно повторялось и в предыдущие периоды. Просто нам называют цифры очень длинные. А если нам отталкиваться от тех расчетов, которые дают короткие промежутки времени, то мы можем считать, что вот оледенение Европы было, допустим, до 17 века. Вспомним карты, которые в 17 веке рисовали первые карты мировые, вот с двумя кругами. Там Америка всегда была, половина, верхняя часть Северной Америки всегда была как бы, ну, неизвестна. И у нее не было ни границ, ни прорисовок. Ну, говорят, что, мол, типа не исследовали ее. Ну, это тоже, ну, как не исследовали, если у нас миграции шли по классической истории и из Европы, и из России. И получалось так, что два встречных потока, и почему-то на российском потоке вдруг вот не исследовано оказалось. Хотя все многие западно-североамериканские колонии были русскими. То есть не получается. Ну, даже если там не было русских, они сейчас просто хотят отрезать просто историю Руси оттуда. Но даже если нет, там жили какие-то племена. У них наверняка свои. Уберемский мосов хорошо. Да, есть свои карты, в любом случае, даже если они ходили в походы, что-то они должны были нарисовать хоть какую-то тволь. Еще вот, знаете, что интересно, очень много видений льда, не просто как вот некий, знаете, насыпь, его вроде как обледенело, а конфигурация как будто как волны, прям с гребешками, как будто мгновенная заморозка. Это что такое? Ну, дело в том, что второй вопрос, первый вопрос, это что, если модель правильная, вот чаша такая, ракушка, и она поворачивается, то второй вопрос, с какой скоростью? Я, естественно, думал первоначально, что это происходит вот так волнообразно, и все эти периоды, они длятся, ну, монотонно. То есть вот она вертится, 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 и все это происходит на 90 градусов, 259 лет она так и поворачивается. И мы как бы не замечаем никаких скачков, и в быстрых скачков их заморозки не бывает. Но у нас есть, вот вы сказали про волны, и я вспоминаю еще наших этих мамонтов, которые замерзли, не успев траву даже проглотить. Это тоже достаточно быстро. И когда я этот вопрос рассматривал с нашими эзотериками, то они мне, как один, все сказали, что поворот Земли происходит за 21 день. Вот на 90-х раз. Эзотерическое понятие 21 день, так интересно. Да. Причем показал это, ну, я не знаю, как воспримут это зрители, но это вот маятники показывают именно такой период. Причем не у одного человека, а я у нескольких спросил, и ответ был всегда один, 21 день. И говорят скачком. И вот этот скачок дает перепад. Хочу объяснить с точки зрения эзотерики. Мы тоже исследовали этот вопрос, и мы обратили внимание, что каждое, как сказать, энергопространство человека, оно имеет свое время. Вот австральный план – это 40 дней, да, то есть то, что люди уходят в иной мир, и через 40 дней мы провожаем. А эфирный план – 21, а эфир, одно из его свойств, как раз заморозки. Я думаю, наверное, тоже как-то с этим связано. Тем более и у вас это сошлось, и мы свои исследования проводили, у нас ровно 21 день получился. Ну, тогда я могу предложить вот сразу по ходу такую модель, что поворачивается первоначально не сама планета, а поворачивается ее… Эфирная часть. Эфирная часть, да. Вот она поворачивается, визуально ничего не происходит, то есть люди остаются на своих местах, но приходит какой-то холод, который сковывает все. Примерно это так, что, допустим, ну, мало кто знает, что существуют промышленные холодильники. Интересно вот такой конфигурации, я сейчас, это я не отхожу от темы, это как раз тема, для чего нужны северные и южные полюса, что это вообще такое. Так вот, существуют промышленные холодильники, которые встроены следующим образом. Две обкладки конденсатора, одна плюс, другая минус, и они под напряжением. И когда сквозь пространство между ними пропускаешь электрический ток, не электрический ток, а воздух, то воздух при движении в заряженном вот этом пространстве, он охлаждается. Реально просто что происходит? Он не охлаждается, он выравнивается, ламинарный поток становится. И из-за этого он теряет свою перечину, вот эту температуру, и он становится прямым и холодным. Вот у нас полюса работают по той же самой системе. Они именно подключены, ну, нашими магнитными линиями условными, они подключены плюс-минус, и они остужают нашу всю вот эту атмосферу, которая проходит между ними. Поэтому, в общем-то, получается так, что если мы вот этот виртуальный конденсатор с полюсами нашими поворачиваем, он перемещается, то есть получается, что магнитные полюса перемещаются первыми, они начинают все замораживать, а потом подтягивают все остальное. Поэтому, когда сегодня ученые говорят о переходе магнитных полюсов, возможно, это не такое безобидное дело. То есть, когда они перейдут окончательно, перескочат, а ведь мы помним, как магниты работают. Магниты работают никогда не плавненько, они всегда со скачками. Переходит какой-то промежуток, какой-то вот граница, и всегда происходит какой-то скачок. Вот, помните, старые вот эти игрушечные двигатели, машинка были, они тоже, они все время крутились так, тык-тык-тык-тык-тык, такими шажками. Время то же самое. Мы обращаем внимание, допустим, на часовую стрелку, да? Часовая стрелка просто сместилась на отделение, а сколько всего изменилось за это время, пока оно все же сместилось на отделение? Примерно то же самое, наверное. И поэтому, если в таком плане говорить, то такой механизм, когда сначала эфирное тело, то есть электрическое тело, условное электромагнитное тело переворачивается, и след за ним происходит остальное перетрубаться, то да, это не значит, что вся Земля, что вот тот полюс, он переедет машинально, на каких-то машинах переедет на другой территории, нет. А вот условия заморозки, они изменятся. И тогда мы получим тот вариант модели, который существовал до нашего периода, в котором мы, так скажем, прожили благополучно. Мы получим ответ на такие вопросы, например, почему нет захоронений монголойных китайцев, древних, почему не было в Сибири лесов, ну и вот такого плана. А потому что тогда был предыдущий поворот, и в тот предыдущий поворот действительно эти территории были под льдами и под снегом. Поэтому леса просто не могли расти, почему? Потому что над ними лежали льды, а, как известно, леса в водах не растут. Вот как сегодня ситуация такая же складывается в Антарктиде. И, с другой стороны, мы ответим на тот же вопрос, почему в Антарктиде раньше росли деревья, а сейчас не растут. Да потому что это был предыдущий, опять же, нагревательно-охлаждательный такой период. Весь вопрос только в количестве лет. Если мы будем придерживаться старых концепций, что это миллионы лет, тысячелетия или там миллиарды даже лет, ну, нас это, конечно, успокоит, но в какой-то момент, в этом году было, что показывали даже видео, как птицы на лету замерзали и падали уже ледышками. Ну, то есть мы можем себя успокоить, но падать будем так, как эти птицы. Может быть, нам стоит, как в мультфильме про мамонт, про мамонтенка, ну, идти куда-то, я не знаю, в теплые края. И, судя по всему, сегодня перенос вот этих масс населения, ну, происходит. Даже то, что Европу отдают под беженцев, если вот в этой концепции, то это понятно, просто их туда свозят на убой. И больше ничего. Они, конечно, этого не понимают, но... С удовольствием представляю вас ту легенду славянского мира, его очень часто показывают в АРН-ТВ. Награждается медалью Ломоносова за заслуги 300 лет с дня рождения. Тюняев Андрей Александрович, город Москва, за книги «Метафизика климата Земли», «Метафизика власти», «Метафизика человека». Пожалуйста. Еще тоже хочу обратить внимание, что вот ваша концепция чаши, да, она очень стыкуется с нашим видением времени, вообще пространства времени. Мы уже тоже один раз обсуждали, что мы видим время именно в виде спирали. И у нас тоже есть одна лекция, сочтись числа зверя, где я рассказываю про некие космические часы. И мы, конечно же, сейчас переходим из одной эпохи в другую эпоху. И мы находились сейчас в эпохе Возничьего, ну, такое созвездие Возничьего, а в нашей системе это так называемый седьмой аркан, это аркан колесницы. А следующий аркан, он называется правосудие. Но правосудие на английском языке – just ice, justice, просто лед. И поэтому сейчас действительно происходит смещение из одного пространства, где мы живем, где мы… Дело в том, что аркан колесницы с английского языка дословно переводится как аркан революции. Вот это революции, войны, сейчас действительно это очень много. И вот мы приходим как раз в то пространство, где может быть заморозка. И ввиду того, что заморозка правильно сначала происходит на уровне эфира, то есть идет смещение эфира, а потом мгновенная заморозка уже на физическом плане, эфир является средой, в которой проявляется физическая материя, поэтому мы смотрим с вами, что в прямом эфире. Судя по всему, это действительно так. Так вот, концепция вот какая. Как известно, да и чаша, и сама улитка, они вот начинают обрисовываться вот так. Вот такая раскрутка. Улитка, она может быть, допустим, в плоском варианте больше, и каждый ее шаг, он как бы удлиняется. А чаша, она вот описывает тоже, у нее каждый следующий обод, он тоже удлиняется. Поэтому это как бы одна и та же модель, но немножко в разных плоскостях. И она и та, и другая работают. Если их вместе синтезировать и описать, то они будут похожи примерно на то, как трансформируется наша Земля. Она одновременно и чаша, и улитка.